Настя, давай покажем, каким образом устроена папка «Умение находить информацию в сети» и как медиапедагог работает с материалами этой папки. Ну, во-первых, из чего состоят материалы этого конкретного тренинга. Вот я вижу, у меня есть сценарий. Вот он такой, достаточно подробный и объемный, мы сейчас про него поговорим. И у нас есть в квестбуке один пункт, один этап. Если человек проходит этот тренинг, он получает отметку, получает наклейку. Какие электронные материалы у нас есть в этом тренинге? Ну, во-первых, все, что потребуется для тренинга, перечислено в сценарии на первой странице. Здесь показано, какие материалы вам потребуются из коробки, какие вам придется найти самостоятельно. Тренинг «Осваиваем умение находить информацию в сети» основан, конечно, в первую очередь на электронных материалах. Он проходит в формате челленджа. Участники по очереди выполняют пять заданий на поиск определенной информации. Каждое задание представлено вот в такой вот презентации. Сначала идет теоретический блок, например, как можно пользоваться операторами поиска. А затем предлагается какое-то задание. Например, в первом задании нужно по картинке определить название скульптуры. Это довольно сложно сделать, не пользуясь операторами поиска. Всего таких презентаций в папке пять. Каждое из них – это определенное задание. И последняя презентация, самая большая – это ответы. Здесь рассказано про то, как именно можно было найти информацию, и сколько звезд, сколько баллов вычисляется за каждый этап. То есть получается, что для этого тренинга нам в любом случае понадобится подключение к интернету, чтобы этот челлендж происходил прямо вот в процессе проведения этого тренинга. Да, участникам тренинга нужно быть подключенными к интернету, но челлендж можно пройти и на смартфонах, то есть необязательно иметь по ноутбуку на каждую из команд. И даже такие сложные поиски, как поиск по картинке, они тоже возможны на мобильных девайсах? Да, мы все проверяли. Отлично. А в чем смысл челленджа? Почему нельзя просто так рассказать, как правильно искать информацию? Я видела в сети огромное количество вот таких вот «пользуйтесь операторами поиска», «пользуйтесь вот такими приложениями». Почему обязательно челлендж? Потому что только попробовав на практике, можно убедиться, насколько это удобно и насколько это полезно. Буквально 5-6 раз человек поищет, используя операторы поиска, и он уже будет, просто не сможет себе представлять поиск по-другому. Точно так же и с картинками, и с картами. Чем чаще мы пользуемся на практике, тем лучше это закрепляется. Поэтому все наши задания практические. Вопрос на засыпку. А насколько глубоко должен медиапедагог уметь искать информацию в сети, чтобы такой челлендж провести? В принципе, достаточно внимательно прочитать задания челленджа, ответы на них, и попробовать по алгоритму самому найти ответы на вопросы. Но для тех, кто хочет углубиться в тему, в курсе есть информация о том, почему не хватает обычного поиска, почему нужно применять какие-то специальные средства. Есть рассказ о том, как пользоваться веб-архивами и много других интересных приемов, которые позволят вас поразить ваших учеников. Прекрасно. А какие связи между разными тренингами? Вот если бы ты простраивала карту связей между разными тематиками, есть ли какие-то тренинги, которые лучше всего пройти до этого, или он такой самодостаточный? И какие тренинги были бы замечательны после? Конечно, я бы сочетала этот тренинг с поиском и верификацией информации. Это фиолетовая папка «Разбираемся в фейках и ложной информации». Они прекрасно сочетаются между собой, и любую из них можно ставить первой, любую можно ставить второй. Но, в принципе, сам челлендж по себе самодостаточный, и нет необходимости какой-то привязывать его к другим нашим тренингам. Отлично. А если мы думаем не только про оффлайновый тренинговый медиа-центр или медиа-смену, возможно ли такой челлендж провести дистанционно? Не потеряет ли вот сама разработка, сама методика, не потеряет ли вот этот свой челленджевый характер? Нет, конечно, она не потеряет. Даже если вы переведете все эти материалы в онлайн-формат, сложность челленджа останется такой же. Вы можете посмотреть на аналогичные поисковые челленджи в сети. Они, как правило, более сложные, требуют более специализированных навыков. Например, умение определить место по фотографии в Инстаграме. У нас же довольно простой уровень, но даже вот эти вот ответы вы не сможете сходу найти в интернете. Придется какое-то время поломать голову. То есть если мы проводим его дистанционно, то вполне возможно, как в случае с различными ЕГЭ и другими экзаменами, то есть ученики или студенты, участники тренингов могут выложить правильные варианты в сеть, и тогда челлендж потеряет смысл, придется придумывать новые задания или есть какой-то уровень защиты от такого выкладывания ответов? Нет, такого уровня защиты, конечно, нет, но мы уже думаем о том, что периодически нужно обновлять задания в этом челлендже, добавлять какие-то новые презентации с новыми интересными вызовами для участников. Но пока только начинается распространение этих материалов, в какое-то время эта ценность этих заданий останется. Ну, плюс нужно иметь в виду, что когда мы говорим про этот тренинг, и когда мы его организуем, мы в первую очередь, конечно, настаиваем на то, что важно не то, что вы знаете правильный ответ, важно, что вы получаете навык, осваиваете именно вот это ремесло поиска и ответы на очень запутанные вопросы. Каждому тренингу предлагается комплект наклеек и посвящена одна из страниц, где участники могут отслеживать свой индивидуальный прогресс. Вот страница тренинга по поиску информации. Сюда вы можете поместить наклейку, можете выполнить пять дополнительных заданий, например, написать в социальных сетях пост о том, как находить первоисточники фотографии. Здесь же вы можете оставить ссылки на интересные вам исследовательские проекты или ссылки на свое собственное портфолио, где вы показываете свои навыки.